Вопрос, который волнует очень многих. Михаил Лайтман, почему вы говорите, что не верите в Бога? Больше того, вы говорите, что Бога нет. Я так понимаю, что это специальный трюк, потому что потом вы все время говорите «Творец, высшая сила, природа». Вы нас всех запутали. Правильно. Я вас не запутал. Это вы были изначально запутаны, а я хочу вас распутать. Но для того, чтобы распутать, надо показать вам самим, насколько вы запутаны. Тогда вы поймете, как-то обратно идти от манимых представлений к истине. Если мы с вами попытаемся дать наше общее какое-то определение, что такое Бог, вы обнаружите, что того Бога, которого вы сейчас все представляете, нет. А то, что я говорю, есть эта природа, это высшая сила природы. Разница очень большая. Отношусь ли я к Богу, к Творцу, к природе, как к чему-то существующему реально, физически, который я должен раскрыть для себя, ощутить в своих чувствах? Так? Или это нечто такое аморфное, что я просто говорю «Бог, Боженька, и ничего больше». Вот в этом мы с вами пока еще должны определиться. И все-таки вы можете вот сказать людям, есть Бог или нет Бога? Единая сила всей природы во всех мирах, включая и наш, естественно, мнимый мир. Еще одно понятие, которое пока оставим, может. Он так и называется, уламами думе, мнимый мир. Так вот, наивысшая сила, которая включает в себя абсолютно все, и нас, естественно, тоже, она называется Творец. А вот как надо с ним взаимодействовать? Вот с этой природой, как вы говорите, с Творцом? О, этому и учит Каббала. Точно, абсолютно-то вышел на прямую линию. А как же мне все-таки обращаться к Творцу? Что мне делать? Как найти его? Как урегулировать свое состояние относительно него? Да? И вообще, что мне делать со своей жизнью? Как я живу? А вдруг, не знаю, тут что-нибудь будет? Да. Вот. И тут мы нуждаемся уже в понимании, что такое Творец. То есть, что делает Каббала? Она тебе рассказывает, как вести себя так, чтобы тебе не было плохо. Вот и все. Чтобы человеку плохо не было, да? Да? Да. Да? Вот и все. А что? А для чего ты молишься? Ну да, да. Чтобы мне было хорошо и всем вокруг, чтобы было хорошо. Моим родственникам, детям. Говорится о том, чтобы действительно, на самом деле, ощутить пульт управления миром. И начинать действительно управлять своей судьбой. Это дано человеку, и высшая сила, которую мы знаем, Творец, она желает, чтобы мы к этому пришли. Тот Бог, о котором думают многие другие, его нет. Его нет. А есть Бог, как вы говорите, который называется? Творец. Творец. Высшая сила. Высшая сила. И это на самом деле что? Вот еще раз, если можно к концу. Это высшая сила природы, которая включает в себя всю природу. Сам Творец и есть Бог. Сама природа и есть Бог. Только не нашего мира, а общая, которую мы можем раскрыть, вплоть до того, что мы можем слиться с ней, с этой природой. Мы можем управлять даже ей. Творец желает, чтобы мы на таком уровне были, чтобы мы стали вместе с ним партнеры. А когда вы говорите слово природа, что вы подразумеваете под этим? Я под этим подразумеваю все миры, наш мир даже не считается, естественно. Все миры, которые в общем включают в себя пять миров, допустим, которые в общем включаются и управляются одной единой силой, одним единым законом. Вот этот закон единства, он является Творцом. Понятно. Но это высоко достаточно. Нет, но если мы говорим о более-менее каком-то приближении к истине. Да. И поэтому, естественно, я окажусь, не знаю... Атеистом, неверующим в Бога и так далее, и так далее. Да, да, да. Так скажем, для вас Бог есть. Для вас Бог есть. Для меня есть Творец. Творец, да, скажем так. Лучше так. Это Тот, Который сотворил все и Тебя, и желает, чтобы Ты выполнил свое предназначение. Какое? Достиг Его ступени, подобия Ему. Поэтому человек называется Адам, от слова доме, подобный Творцу. Тогда еще раз, подобный чему? Творцу. А вот что это значит? Что это за свойство? Свойство отдачи, свойство созидания, свойство управления всеми мирами. Этого состояния человек должен достичь. То есть я так спрошу, любой человек в нашем мире, вы говорите... Абсолютно каждый. Уму непостижимо, да. Это уму непостижимо. К этому привешь. Хочешь или нет.